Доброе утро, дорогие друзья! Доброе утро, уважаемые жители и гости Крачаева-Черкесии! На календаре пятница и к своему финальному завершению подходит, пожалуй, самый красивый месяц осени. И как бы нам в эти дни не хотелось вспоминать великого классика, который писал, что «Унылая пора, но отчей очарование? Приятно мне твоя прощальная краса». Но говорить сегодня мы будем о том, как избежать осенних обострений в плане неврологических заболеваний, психологических заболеваний, как избежать депрессии. Так вот, сразу после прогноза погоды в нашем эфире масса интересного и полезного для вас. В Карачаево-Черкесии местами дождь и ночью в горах с мокрым снегом, ветер западный 5-10 метров в секунду. Днем в горах порывы 11-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 4, плюс 9. В горах минус 2, плюс 3. Днем воздух прогреется до плюс 13. И местами плюс 2, плюс 7. В Черкесии небольшой дождь, ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 7, плюс 9. Днем 10-12 градусов тепла. С 29 октября по 4 декабря в Кисловодском цирке «Тайна пирата». Наверх, вниз. Спектр болезней, которые лечит такой специалист, как невролог, очень широк. Но, пожалуй, в первую очередь неврологи занимаются профилактикой и диагностикой патологии центральной периферической нервной системы и заболеваний опорно-двигательного аппарата. Это могут быть различные воспалительные, дегенеративные, демиеллинизирующие, сосудистые патологии могут быть. И очень часто, к сожалению, за последнее время мы сталкиваемся с травматическими поражениями нервной системы в результате различных дорожно-транспортных происшествий. Это такая достаточно актуальная тема. И за последнее время, еще раз повторюсь, мы имеем дело с ростом числа травматических поражений. Что касается профилактических посещений неврологов, любое заболевание, в том числе неврологические заболевания, легче предупредить, чем бороться с этим заболеванием. И поэтому для того, чтобы ознакомиться с комплексом профилактических мероприятий, для того, чтобы на максимально ранних стадиях выявить различные патологические процессы, необходимо регулярно посещать невролога. Сегодня посетить невролога можно в рамках проведения медицинских осмотров. В частности, это касается детей. У взрослого человека есть возможность пройти обследование у невролога в рамках ежегодной диспансеризации, которая проводится по всей стране. Такое понятие, как головная боль, стало даже поводом для анекдотов. Ну, вы помните. Хотя шутить с этим недугом врачи категорически запрещают, ведь причины головных болей могут быть самые неожиданные, а последствия очень серьезные. Вещество головного мозга не содержит болевых рецепторов. То есть голова болит, головную боль мы испытываем, когда происходит раздражение каких-то рядом находящихся структур. Например, оболочки головного мозга, черепно-мозговые нервы, там рецепторы сосудов, рецепторы мышц шеи и головы. И, соответственно, головная боль может быть абсолютно самостоятельным заболеванием. В свою очередь, головная боль может быть проявлением различных патологических процессов, в том числе и неневрологических. Поэтому ни в коем случае, если возникают какие-то жалобы, если возникает головная боль, ни в коем случае не нужно заниматься самолечением, не нужно принимать обезболивающие препараты, потому что прежде чем что-то лечить, мы должны поставить диагноз. Для верификации диагноза необходимо вовремя обратиться за медицинской помощью. Такое понятие, как головная боль и мигрень, можно поставить? Это разновидность, конечно, это разновидность головных болей. Мигрень, хроническая головная боль, напряжение – это все разновидности головной боли. Это как раз вот та головная боль, которая непосредственно самостоятельное заболевание. То есть это не проявление какого-то другого патологического процесса, а это самостоятельное заболевание, которое имеет свою этиологию, патогенез и свою схему терапии. Одной из главных причин инвалидизации и преждевременной смерти человека является инсульт. И очень часто от скорости оказания медицинской помощи зависит и продолжительность жизни человека, и качество его жизни. Главное – вовремя обратите внимание на внезапно возникшую слабость в конечностях, асимметрию лица, расстройство речи, девиацию или смещение в сторону языка и незамедлительно принять меры. Если вы заметили выраженное головокружение, неустойчивость, которая сопровождается тошнотой, рвутой, внезапно возникшая сильная головная боль, особенно после психоэмоционального напряжения, нужно незамедлительно обращаться за медицинской помощью, нужно вызывать незамедлительно бригаду скорой помощи, потому что от того, насколько быстро будет оказана квалифицированная медицинская помощь, зависит жизнь и дальнейшее здоровье пациента. В ожидании бригады скорой помощи необходимо обязательно измерить артериальное давление и при необходимости дать препараты, снижающие артериальное давление. Если развилась тошнота, рвота, головокружение, нужно уложить пациента и на бок, соответственно, чтобы удобно можно было убирать рвотные массы, скажем так, и дождаться обязательно бригады скорой помощи, и не заниматься дальше самолечением. Если мы будем говорить о профилактике инсультов, профилактика инсультов включает в себя в первую очередь устранение факторов риска. Факторы риска у нас делятся на немодифицируемые, то есть на те факторы, на которые мы не можем повлиять. Это пол, то есть у лиц мужского пола, мужчин, инсульт встречается чаще. Это наследственная предрасположенность, это возраст, соответственно, людей более пожилого возраста, они более подвержены развитию сердечно-сосудистых заболеваний. На эти факторы мы повлиять не можем. Но есть еще другая группа факторов риска, это так называемые модифицируемые факторы риска. Это те факторы риска, которые мы должны контролировать, на которые мы можем повлиять. Это в первую очередь, конечно, нормализация образа жизни, это в первую очередь коррекция питания, коррекция массы тела, отказ от курения, отказ от приема алкоголя. Чуть ли не каждый человек на планете, достигнув 40 лет, ощущал, как в том или ином отделе спины появляются боли. Эти неприятные симптомы возникают по многим причинам, но основные из них – это поднятие тяжестей и малоподвижный образ жизни. Чаще всего, да, на прием у невролога мы встречаемся с скелетно-мышечными болями, то есть это различные болевые синдромы, которые развиваются на фоне дегенеративно-дистрофических процессов. Это остеохондроз, это спондилез, это спондилоартроз, это миофасциальные мышечно-тонические боли за счет напряжения скелетной мускулатуры. Это могут быть различные дископатии, то есть это протрузии грыжей дисков, радикулопатии за счет компрессии нервных корешков. Да, это то, с чем мы чаще всего сталкиваемся в своей практике. Но ни в коем случае не нужно забывать, что боль в спине может быть проявлением ряда тяжелых заболеваний патологических процессов, таких как, например, опухоли, это могут быть метастазы в позвоночнике, различные метаболические нарушения, например, остеопороз, очень дает очень сильные остеопоретические боли. Это могут быть различные воспалительные заболевания, спондилиты. Это могут быть, в конце концов, отраженные боли, то есть когда различные заболевания внутренних органов, они могут давать отраженные боли, то есть сама костно-мышечная система спокойная, но мы имеем боль в спине. Поэтому ни в коем случае самостоятельно не занимаемся лечением болевого синдрома, ровно как и головной боли. Необходимо в первую очередь, как я уже говорила до этого, поставить диагноз и только потом назначать терапию. Поэтому, когда возникают какие-либо жалобы, нужно обратиться к Европе за медицинской помощью. Такой диагноз, как деменция, болезнь Альцгеймера, в настоящее время ставится все чаще. В мире насчитывается более 30 миллионов пациентов, страдающих деменцией. Распространенность болезни повышается с возрастом. В большинстве случаев приобретенное слабоумие необратимо, поэтому важнейшей задачей медиков является своевременная диагностика и лечение заболеваний, способных вызвать деменцию, а также стабилизация патологического процесса у больных с уже возникшим приобретенным слабоумием. Болезнь Альцгеймера – это чуть не неврологическая специфика. Мы наблюдаем пожилых людей, мы проводим лечение пожилых людей с хронической ишемией головного мозга. Когда мы уже видим прогрессирование, то есть когда мы видим, что у человека уже не только когнитивные нарушения, не только интеллектуально-магностические нарушения, присоединяются какие-то поведенческие моменты, это очень сильно сказывается на его социальной адаптации, точнее социальной дезадаптации, которая развивается на фоне вот этого лечения. Обязательно мы должны передать этого пациента психотерапевтам, потому что лечением болезни Альцгеймера занимаются психотерапевты, подбором терапии, тактикой ведения. Там уже недостаточно назначать препараты, которые улучшают когнитивные функции, улучшают трофику вещества головного мозга. Там нужны обязательно, назначаются психотропные препараты, поэтому ведением таких пациентов, лечением таких пациентов, если это привело к инвалидизации, то оформлением соответствующей документации занимаются психотерапевты. На самом деле это огромная глобальная проблема, потому что сейчас мы отмечаем тенденцию к увеличению числа таких состояний, к увеличению числа таких пациентов, и что очень страшно, что очень печально, возраст таких пациентов, если это раньше, за 80 и выше, возраст таких пациентов сейчас очень сильно помолодел болезнь Альцгеймера, и все дегенеративные заболевания в том числе тоже. Почему так происходит? Очень однозначно нельзя дать ответа на этот вопрос, такой мультисистемный подход, скажем так. То есть это снижение качества экологии, это снижение качества питания, то есть тех пищевых продуктов, которые мы употребляем, достаточно большое количество пищевого мусора, плюс это гиподинамия, то есть это малоактивный образ жизни, плюс это стресс, хронический стресс, мы живем в этом, мы не можем, мы, конечно, должны стараться максимально нивелировать уровень стресса, но, к сожалению, жизнь такая, что полностью исключить какое-то стрессовое воздействие мы не можем. Поэтому вот все эти моменты, они приводят к тому, что у нас молодеют практически все неврологические заболевания, практически все, не только болезнь Альцгеймера, не только хроническая ишемия головного мозга. В семье, где находится такой больной, естественно, скажем так, психоэмоциональное напряжение достигает определенного пика, поэтому члены семьи могут обратиться, конечно, это в первую очередь, к участковому терапевту они могут обратиться, и дальше участковый терапевт будет их направлять по соответствующим специалистам. Они могут непосредственно самостоятельно обратиться к неврологу для того, для подбора терапии, для подбора соответствующего лечения, то есть для того, чтобы снизить уровень воздействия вот этого психоэмоционального напряжения, которое у них создалось в семье. Поэтому в первую очередь это, конечно, наверное, к участковому терапевту и к неврологу непосредственно. Кроме традиционных методов, доктор Хутова использует в своей врачебной практике так называемое иглоукалывание. Это форма альтернативной медицины и ключевой компонент традиционной китайской медицины, в котором тонкие иглы вводятся под кожу. Сторонники акупунктуры считают, что точки, в которые вводятся иглы, находятся на так называемых меридианах, по которым движется гипотетическая жизненная энергия ЦИ, и что манипуляции с иглами воздействуют на циркуляцию ЦИ и тем самым помогают снимать боли и лечить болезни. Акупунктура, как она правильно называется, это один из методов рефлексотерапии, и она уже давно вышла за рамки традиционной восточной медицины и является уже компонентом комплексного лечения ряда заболеваний, как неврологических, так и других заболеваний. Я в своей практике широко применяю иглорефлексотерапию, методы рефлексотерапии применяю. Через биологически активные точки на коже происходит воздействие на нервную систему и на внутренние органы. Как я уже сказала, я уже давно применяю этот метод рефлексотерапии, добиваюсь достаточно хороших результатов в лечении ряда заболеваний. Мне очень нравится работать этим, применять этот метод при лечении различных периферических невритов и невропатий. Там я вижу прям колоссальные результаты, когда и на глазах у пациента, и у тебя происходят такие обратимые процессы. Это на самом деле очень здорово, очень впечатляет. Альбина Эдуардовна Хутова, впрочем, как и все врачебное сообщество, категорически против самолечения и самодиагностики, чем, согласитесь, мы частенько злоупотребляем. Ни к чему хорошему это, как правило, не приводит. Потом мы получаем различные психологические расстройства, изучив все, что содержится в этих заключениях. Это мы ни в коем случае не занимаемся самостоятельным проведением различных обследований, тем более самостоятельной терапией, назначением себе каких-либо медикаментов. Пациентка отделения неврологии Хаджат Пазова 8 лет назад получила черепно-мозговую травму. И с тех пор она каждые полгода ложится в Хабетскую ЦРБ и получает лечение в отделении неврологии. После прохождения очередного курса Хаджат Ибрагимовна чувствует себя хорошо. Она даже хотела посредством интернета поблагодарить персонал и своего лечащего врача. Очень хороший стационар. Дружные, веселые. Девчата очень уважительные. Всегда спрашивают, что надо, как, что, к чему. Всегда помогают. Врач вообще бесподобная. Никогда без внимания оставит. На один, два, три раза зайдет. Очень хорошие люди здесь. Можно приехать, лечиться даже не боясь. Даже вот посмотрит на тебя она, даже вот ее взглядом, этим она вообще лечит. Очень прекрасная, очень добродушная. Мы очень довольны. В багаже Альбины Эдуардовны Хутовой диплом с отличием об окончании Ставропольской государственной медакадемии, клиническая ординатура, профессиональная переподготовка в Пензенском институте, усовершенствование врачей, а еще и без малого 15 лет врачебной практики. О том, что лечат не только лекарства, но и добрые руки, взгляд доктора, пациенты лечебно-профилактических учреждений знают не понаслышке. А ведь для этого нужно, чтобы дома у тех, кто давал когда-то клятву Гиппократа, было все спокойно. Чтобы было понимание и поддержка близких, чтобы был надежный тыл. Безусловно, это моя семья, конечно, это мои, как я их называю, вторые родители, мои свекоры, свекровь. Если бы не они, конечно, вот так активно заниматься своей деятельностью, своей работы у меня бы не получалось, потому что я приезжаю из другого города, работаю здесь. Они мне, безусловно, помогают с детьми, с домом, с бытом, поэтому огромное им спасибо, низкий им поклон. Уже 10 лет прошло с тех пор, как Альбина Хутова приехала в Хабес, приняв участие в государственной программе «Земский доктор». Трудится в районной больнице, а еще ведет поликлинический прием и работает в инкомате. И реально понимая, как нелегко этой хрупкой женщине, маме троих ребятишек, хочется сказать – не болейте, доктор, мы за вас болеем. Алисия, здравствуйте. Вот такой вопрос. Мой брат и племянник на Украине. Очень волнуюсь, не могу спать, хотя пью снотворное, валерьянку, но они мне не помогают. Что делать? Первое, что делать в этой ситуации – это исключить, почистить свое информационное поле. Что я смотрю, что я слушаю, с кем я общаюсь, в каких пабликах я участвую. То есть исключить любую негативную информацию. И если, естественно, что интерес будет, и волнение будет, и тревога будет, как там мои близкие мужчины, то смотреть уже официальные новости, официальные каналы и доверять то, что транслируется России, а не другими ресурсами информационными. Так это тоже российские телеграм-каналы, например? Да, но выбирать информацию, где даются конкретные данные, где дается конкретная информация. И если вы чувствуете, что информация как-то искажается, нагнетается, то лучше исключить из своего контента данные паблики. То есть внимательно следить за тем, что в твоем информационном пространстве происходит. И выделить себе время. Не весь день туда заглядывать каждые пять минут, а, допустим, десять минут в день, чтобы изучить, что там происходит, как там происходит. И исключить любые разговоры на улице со знакомыми, с друзьями. Потому что у каждого своя эмоциональная реакция. И один человек волнуется больше, другой человек волнуется меньше. И тот, кто находится в особо критическом состоянии, нервная система менее уравновешена, он передает другому человеку свое настроение. Это так называемое вирусное мышление. То есть один волнуется, поговорил с другим, передал уже свое видение другому человеку. Тот понес, другому передал, и так цепочка. То есть надо, чтобы эти цепочки останавливались. И беседовать с теми людьми, кто смотрит более здраво. Я даже не хочу сказать оптимистично, но кто более спокоен, уравновешен и контактировать больше с этими людьми. Ну и успокоительные средства, конечно, можно употреблять. Но они мало помогают, поэтому все негативные мысли, переживания намного лучше исправляются, если заняться полезным действием. Как бы ты ни переживал, но если у тебя стоит грязная посуда, помой посуду. Как бы ты ни переживал, но если тебе надо помыть полы, помой полы. Под действием труда будет меняться гормональный фон, будет вырабатываться тот же дофамин. И будет нейтрализовывать реакцию кортизола, гормона стресса. То есть переключаемся с мыслей на действие. Что ж, друзья, на сегодня это все. И по традиции, завершая утро пятницы, хочу сказать вам, проведите ближайшие выходные так, чтобы в понедельник вам непременно было о чем рассказать. До свидания, до новых встреч.